Всем привет, меня зовут Анна Блок и в этом ролике я расскажу, как можно найти заказчиков не только на фриланс бирже. Да, это может показаться странным, но фриланс биржа это далеко не единственный метод, где вы можете получать заказы. Это я говорю по своему опыту, так как я очень мало работала на этих сайтах. Но тем не менее, я дошла до такой точки, когда клиенты сами идут ко мне. Поэтому я готова поделиться секретами, как создать нескончаемый поток клиентов. Начнем с самого популярного. Фриланс биржа. Почему об этом методе заработка знают даже те, кто никогда там не работал? Все дело в том, что это продуманные платформы, в которых вся экосистема построена на том, чтобы вы повышали свой рейтинг, украшали свое портфолио, искали заказчиков, анализировали задания, которые появляются ежечасно и по итогу получали деньги. Но у этих площадок есть свои минусы. Это большие комиссии, у некоторых это высокая стоимость входа на биржу и все спорные ситуации, как правило, решаются в пользу заказчика. Согласитесь, все эти моменты делают фриланс биржи менее привлекательными. Поэтому самое время перейти к следующим пунктам. Создание своего сайта портфолио. Я бы не стала возлагать большие надежды на этот метод, как единственный, который стоит цепляться. Я бы отнесла его к разряду дополнительных, потому что им вы будете пользоваться как онлайн-визиткой, чтобы у вас была возможность красиво преподнести все сайты, которые вы уже сделали. Например, когда я искала исполнителя для создания сайта, один верстальщик скинул не свой сайт-портфолио, а Excel-файл с ссылками на свои работы. Выглядело это крайне непрезентабельно и не вызывало доверия к нему как к специалисту. Не допускайте такой ошибки. Всегда имейте свой сайт-портфолио на готове, чтобы у вас была возможность во всей красе показать свои умения. Но если вы не веб-разработчик и вам нужен красивый сайт-портфолио, то за ним вы всегда можете заклинуть на сайт TemplateMonster или Team Forest. На этих сайтах за небольшие деньги можно купить любой шаблон под любые нужды. Сайт-портфолио не должен быть большим. Он может состоять из трех блоков – приветственного баннера, ваших контактов и ваши выполненные работы. В качестве контактной формы советую указывать существующие социальные сети. Это вызовет больше доверия у клиента. Следующие методы, о которых я расскажу, будут связаны с социальными сетями. Именно там вы можете найти множество клиентов. Начнем с ВКонтакте. Вы можете создать группу ВКонтакте и в названии группы указать все ключевые слова, которые позволят находить вас как специалиста. Например, это может быть слово «верстальщик», либо технологии, которые вы применяете – HTML, CSS, JavaScript и другие, которыми вы владеете. В этой группе вы можете разместить товары и указать ценник на ваши работы, также разместить все ваши работы, которые вы выполнили. Также не стоит забывать указать услуги, которые вы выполняете, чтобы избежать лишних вопросов. И также создать отдельное обсуждение под названием «отзывы». Попросите любого заказчика, с которым вы уже работали, оставить отзыв о вас, чтобы ваша группа наполнялась и выглядела живой. ВКонтакте – это первая площадка, откуда ко мне стали приходить люди. Ни для кого не секрет, что типичный верстальщик был создан ВКонтакте, и когда я указала в своих контактах свое лицо, мне стали регулярно писать заказчики. Также искать клиентов в ВК можно, рекламируя свои услуги в тематических обсуждениях. Например, в группе «Типичный верстальщик» есть раздел «Портфолио», где вы можете рассказать о себе. Не забывайте об этом. Следующий метод – это завести себе отдельную страницу в Инстаграм. Инстаграм – это социальная сеть, которая пока в данный момент мало используется веб-разработчиками. Однако те веб-разработчики, которые имеют страницу в Инстаграме, могут вызвать больше доверия у заказчика, потому что они видят, что вы не фейк, и у вас есть определенные хобби, помимо веб-разработки. Также вы можете выкладывать свои работы, которые вы уже выполнили, можете рассказывать обо всех этапах, которые вам необходимо было делать при работе с этим сайтом, и рассказывать другие интересные истории, которые связаны с веб-разработкой лично вами. Также не забывайте указать в вашем профайле любые контактные данные, по которым может связаться с вами заказчик. Следующий метод – это создать группу или страницу на Facebook. Лично я не использую этот метод, но точно знаю, что найти клиентов на Facebook реально, потому что аудитория в Facebook более взрослая, чем ВКонтакте, и большинство владельцев страниц на Facebook являются владельцами бизнеса. Все принципы по оформлению страницы на Facebook аналогичны с оформлением ВКонтакте. Если вы создаете группу, то обязательно назовите ее по любым ключевым словам, которые необходимы для поиска. Не забывайте наполнить группу отзывами и работами, которые вы уже сделали. Также помимо Facebook, ВКонтакте и Инстаграма, вы можете завести отдельный телеграм-канал, где вы можете писать обо всех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в момент, когда вы создаете сайты. Также вы можете интересно писать по поводу веб-разработки какие-то определенные моменты, с которыми вы встречаетесь, и выкладывать ссылки, которые будут полезны для вас. Также у нас есть чат Telegram, где вы можете найти заказчика и также демонстрировать свои навыки и умения среди других участников нашего чата. Я оставлю ссылку на Telegram-чат ниже. Обязательно вступайте, общайтесь с коллегами и находите клиентов под тегом «Работа». Следующий метод связан с каналом на YouTube. Этот метод мне тоже очень знаком, и он мне помогал не раз. Создавая канал на YouTube и рассказывая моменты, связанные с веб-разработкой или другим темам, по которым вы хотите найти заказчика, вы автоматически становитесь человеком, который разбирается в этой теме. Например, когда я общалась с заказчиком, и мне необходимо было убедить, что я действительно тот человек, которому стоит доверять, я показала свой сайт и также видеоролик, который связан с работой над этим сайтом. Этот видеоролик называется «Готовая форма отправки письма без перезагрузки». На этом видеоролике я показываю, как работаю над этим сайтом, и заказчик это зацепил, и тем самым он отправил предоплату по сайту, который необходимо было сделать. Вы можете воспользоваться этим методом, создать канал на YouTube, поставить на аватарку себя, называть его, например, своим именем или любым другим ключевым словом, и далее выставлять ролики о том, как вы верстаете сайт или делаете любую другую работу. Также этот видеоролик, где будет показано, как выполняете тот или иной сайт, вы можете выставить свой сайт-портфолио в качестве дополнения для сайта. Например, вы сделали страницу под названием «Лендинг пейдж». Вы выставляете фотографию этого лендинг пейдж, далее краткое описание технологий, что именно вы делали на этом сайте, далее ссылку на сам сайт, и далее вы можете прикрепить ссылку на видео с описанием того, как вы делали этот сайт. Я думаю, что заказчику это понравится, и он точно выберет вас. Более того, вам это поможет получать предоплату от заказчиков без всяких сомнений. Следующий метод тоже мне лично знаком, и связан он с созданием личного блога. Личный блог вы также можете разместить на своем сайте-портфолио, создать для него поддомен «блог», и на этом поддомене разместить «CMS WordPress». Там вы можете публиковать статьи, в которых вы разбираетесь. Пример такого блога вы можете посмотреть на сайте типичного верстальщика. Также помимо своих статей, вы можете делать переводы существующих статей на английском языке, но в конце обязательно указывайте ссылку, откуда вы взяли эту статью. Сейчас на данный момент, если ввести определенные ключевые слова, которые связаны с моим блогом, вы сможете попасть на статью из моего блога. Это произошло из-за того, что WordPress как CMS хорошо индексируется во всех поисковых системах. Более того, есть плагин All-in SEO, который позволяет настроить вам SEO ваших страниц. Там вы указываете description, keywords и другие параметры, которые позволяют быстрее индексировать ваши страницы. Следующие методы будут связаны с продвижением, и начнем с таргетинга ВКонтакте. Я сама пробовала этот метод, и этот метод достаточно действенный для продвижения своих страниц ВКонтакте. Более того, могу сказать, что рекламный кабинет постоянно развивается, и сейчас вы можете делать самую разнообразную рекламу, не только ту, которая появляется в левой части экрана. Вы можете создавать карусель, также создавать универсальную запись, запись с кнопкой, и делать определенный сбор заявок. Сказать, какой метод будет более действенным, я не смогу, потому что необходимо будет экспериментировать, искать свою аудиторию, и смотреть, что больше цепляет клиентов, чтобы они кликнули по вашей рекламе. Если этот видеоролик наберет 1000 лайков, то я обязательно сделаю ролик о том, как настраивать таргет ВК. Также помимо таргетинга ВКонтакте, вы можете покупать посты ВКонтакте в других группах. Для этого вам необходимо будет написать администрации, сообществ, которые вам интересны, и договориться с ними о цене. Главное смотреть, чтобы у этой группы была активная аудитория, достаточное количество лайков по соотношению к их количеству в группе, и тогда, скорее всего, ваша реклама выстрелит. Я бы не стала делать большие ставки именно на этот метод, и больше доверилась таргетинговой рекламе ВКонтакте. Также вы можете приобрести таргетинговую рекламу на Facebook и Instagram. Эти две социальные сети связаны, так как Facebook купил Instagram. Поэтому, если вы хотите запустить рекламу в Instagram, то вам обязательно необходимо будет иметь страницу на Facebook. Главное помните, что ваше имя должно совпадать с платежной системой, по которой вы будете пополнять счет. Иначе вашу страницу могут заморозить или забанить навсегда. Также вы можете запустить контекстную рекламу в Яндекс или Google поисковиках. Вы можете продвигать там не только свою страницу в портфолио, но также статьи из блога. Не буду утверждать, что это 100% метод, но вы можете его использовать вкупе с остальными, чтобы это дало вам определенный отклик для вашего сайта. Также не забывайте о методе сарафанное радио. Рассказывайте всем своим знакомым и родным, чем вы занимаетесь. И тогда к вам будут подтягиваться клиенты, которые будут больше доверять вам, и им, скорее всего, даже не потребуется доказывать, что вы что-то умеете. Если вы любите посещать тематические конференции или выставки, то обязательно подготовьте визитку. Там необходимо будет указать ваше имя, услуги, которыми вы занимаетесь, а также контакты, по которым вас можно найти. Лучше всего для этого подойдут социальные сети. Также вы можете оставлять ссылки на сайты клиентов. Один мой коллега пользуется таким методом, и к нему приходят клиенты с тех сайтов, над которыми он работал. Как еще вы можете продемонстрировать свою экспертность? Например, вы можете отвечать на тематических форумах, чатах, а также популярных сайтах, такие как Toaster, Hubber и другие. Также вы можете писать статьи в онлайн и оффлайн-изданиях. Если вы умеете круто писать, напишите небольшую книгу по теме, в которой считаете себя экспертом. Разместите ее везде. На своем сайте, в социальных сетях продвигайте ее через все возможные площадки. Также вы можете заняться продажей шаблонов, сделать несколько шаблонов для себя и размещать их либо на сайте, либо на тематических сайтах, такие как TemplateMonster и TeamForest. Такой метод я бы даже отнесла к пассивному заработку, так как кроме продажи вам больше ничего не потребуется делать. Какой вывод из этого всего можно сделать? Во-первых, как вы видите, фриланс-биржа – это далеко не единственный способ поиска клиентов. Во-вторых, чем больше социальных сетей вы будете использовать, тем выше вероятность найти клиента. В-третьих, сарафанное радио – это лучший способ для поиска. Никогда не знаешь, в какой момент тебя могут порекомендовать. И в-четвертых, внедряйте способы, о которых я рассказала постепенно. Не старайтесь сразу использовать все методы. Продвижение себя как бренда – это долгий путь, и быстрых результатов ожидать не стоит. Я надеюсь, что этот видеоролик был полезен для вас. Обязательно подписывайтесь и помните, если это видео наберет 1000 лайков, то я запишу материал о том, как настраивать таргетинговую рекламу ВКонтакте для продвижения своих услуг. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok